Апрель, больше похожий на март, прошел незаметно и в столичный регион приходит май. Более 10 дней в Москве и области температура была ниже нормы, порой даже шел снег, но на этой неделе погода обещала исправиться. Синоптики даже заявляют о мощном потеплении. На области столицу стремительно надвигается субтропический воздух и почувствовать его можно будет уже к середине недели. Ночью температура поднимется до плюс 5 градусов, а днем до 15 тепла. Такие показатели более типичны для мая, однако осадков никто не отменял. Возможны грозы. В этот день даже летчики спустились на землю и взялись за метлые грабли. Сегодня все уберем, сегодня наш субботник. Настроение хорошее, весна. С хорошим настроением за работу взялись 8 тысяч горожан. Субботник 22 апреля признали самым массовым за всю историю Реутова. Коммунальщики, жители, сотрудники городских предприятий все вышли на уборку. Фронт работы у всех одинаковый. Собрать прошлогоднюю листву, подмести тротуары, покрасить бордюры. Основные работы во дворах сделали еще 8 апреля. В эту субботу наносили последние штрихи. На юбилейном проспекте коммунальщики вместе с жителями высаживали деревья, облагородили территорию и у пятой котельной сейчас здесь новый газон. Но больше всего народу было на фабричном пруду. Уже второй год подряд этот парк становится главной центральной площадкой субботника. Причем для некоторых это не только генеральная уборка, но и настоящий праздник. Под зажигательные песни и танцы парк в очередной раз преобразился. Объект номер один уже знаменитый хэштег. От грязи его тщательно отмывали председатель Мособлдума Игорь Брынцалов, депутат Госдумы Максим Сураев и глава города Сергей Юров. За чистоту водоема отвечали водолазы спасательной части. Они вычистили береговую линию пруда. В воде пришлось провести несколько часов. А после этого кульминация и сюрприз от властей для местных обитателей – уток и горей. Установили несколько домиков. Мы в прошлом году после того, как первый этап благоустройства провели, после того, как выгребли весь мусор, в том числе из воды, большое количество уток действительно прилетело. Зимой жители подкармливали улей и уток, не хотели они даже улетать. В этом году мы решили поставить домики, посоветовались со специалистами. Поэтому часть будет домиков в стационарную установленную, часть будет на воде. В общем, в этот день риутовчане и не только риутовчане красили. Есть все удовольствия убраться, покрасить. Мыли, высаживали деревья. А эти деревья, которые мы высаживаем, это в честь погибших и вернувшихся с войны жителей деревни Крутицы. И вот итог. 8 тысяч человек собрали почти 2000 кубических метров мусора. При этом им понадобилось 26 тысяч инструментов. Высадили более 300 деревьев, съели 400 килограммов каши и выпили 100 литров чая. Восемь дней в риутове звучали только прогрессивные мысли. В МКДЦ торжественно и официально закрылся второй форум инновационных идей. На протяжении недели ученые, предприниматели и просто энтузиасты демонстрировали, на что способна сегодня наука. Было представлено множество проектов, проведены мастер-классы, лекции, шоу-программы, выставки, а также организованы встречи с космонавтами. В общем, по словам организаторов... Форум удался. Это видно по горящим детским глазам, которые с таким энтузиазмом представляли свои проекты, с таким энтузиазмом хотели поделиться тем, что они изобрели, тем, что они создали. Это главное, наверное, показатель успешности дела, которое мы начали. Мы можем дистанционно управлять программно движением камеры и, соответственно, ее функциями, настройками. Инженер-конструктор Дмитрий Натолочный представляет многофункциональную систему для кино, видео и фотосъемки. Она мобильная и универсальная, но главное достоинство – это недорогой и качественный аналог импортных образцов. Проект пока только на этапе разработки, но авторы уверены – успех будет. Тем более, что есть шанс часть расходов оптимизировать. На данный момент мы не имеем офиса, снимать отдельно достаточно затратно. А вот прийти иногда, может быть, не каждый день, но тем не менее, несколько раз в неделю встретиться, обсудить важные моменты, поговорить было бы достаточно здорово. Систему, которая позволяет при помощи нейросетей, при помощи машинного обучения, распознавать эмоции, распознавать речь клиента. Ноу-хау в подходе к исследованию. Практическое применение в торговле и работе с клиентами. В центре внимания, эмоции на лицах людей. Оказывается, и от этого зависят будущие продажи и сделки. И таких рабочих, и главное, вполне реализуемых проектов много. В кавортинге сегодня выбирают лучше. Приз солидный – полгода бесплатно снимать офис в центре. Мы, прежде всего, хотим видеть внедренческий потенциал. Администрация города заинтересована в том, что у нас приходили бы инновационные проекты, создавались бы малые инновационные предприятия, которые бы выпускали инновационную продукцию. И пополняли наш научно-производственный комплекс города. Ребята ставят цель не просто российский рынок, но выход и внешнеэкономическую деятельность. Прорывных идей ждут сегодня от молодежи. Специально для них на форуме проводятся различные мастер-классы. Спикеры, кандидаты наук, преподаватели Центра инновационного творчества «Изобретариум». И здесь измеряем. Восьмиклассница Юлия Корнеева мечтает стать инженером, работать как мама на НПО «Машиностроение». Для этого осваивает сложную технику, учится писать программы для роботов. С помощью программы можно научить робота как-то двигаться, запустить программу, чтобы он смог сам ввозить движение. Робототехника, электроника, лаборатория физики, а еще маленькие ученые представили голограммы для смартфонов. В общем, различные мастер-классы посетили несколько сотриотовских школьников. И не просто увидели инновации, а сами стали их частью. В современном, быстро меняющемся мире не остаться всего лишь потребителями. Потребителями чужих идей, чужих готовых знаний, а стать наоборот создателями, идти вперед, менять мир самим, соответственно, упробовать свои силы в чем-то новом. А уже в будущем учебном году Центр инновационного творчества «Изобретариум» получит новую прописку. Он переедет в здание в центре Риотова. Будет налажено более тесное взаимодействие с бизнесменами из каворкинг-центра и градообразующими предприятиями города. Более 200 воспитанников клуба «Айкидо» показали, на что способны. Традиционные выступления проходят накануне майских праздников и приуроченных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В числе почетных гостей – бойцы спецотряда «Ветязь» дивизии имени Дзержинского, ветераны войны и представители городской администрации. А это уже другое спортивное мероприятие. В городе прошел отборочный турнир России по воздушной атлетике. В Риотов приехали сильнейшие юные спортсмены из Москвы и Подмосковья, а также Ярославской, Тверской и Кировской областей. Одно из самых зрелищных соревнований – «Воздушное кольцо». Судьи оценивают технику выполнения и допущенные ошибки. Турнир в Риотове собрал более 150 участников. С утра во вторник солнечно и ясно. На термометрах плюс 6 в полдень. На небе появятся облака, зато и температура поднимется до 10 градусов выше нуля. А вот после обеда вполне вероятны небольшие осадки. Столки термометров останутся на той же отметке плюс 10. Это данные Гесметио. Субтитры создавал DimaTorzok